Всем привет! Меня зовут Александр Лебедев и сегодня я запускаю канал, посвященный робототехнике. В нем я буду разбирать различные конструкции роботов, начиная от самых простых и заканчивая самыми сложными. На нем вы узнаете, как связать уравнение движения робота с его механической частью, как применить ваше уравнение движения в программировании и будет очень много электротехники. Электротехника будет посвящена тому, как сделать расширение для Ардуино или Разбери. А начну я с серии видео, посвященные своему текущему проекту роботу с тремя омниколесами. Расскажу, какой путь я уже проделал, какие я совершил ошибки в проектировании и его сборке. И продолжим вместе с вами его собирать. Погнали! А начать, наверное, следует с основы, то есть с колес. Данные колеса называются омниколеса, они же колесо Иона. Это роликонесущий колесо, позволяющий транспорту двигаться в любом направлении. Своё название оно получило от шведского изобретателя, Бэнгта Илона, разработавшего его. Идея создать такое колесо ему пришла в 1973 году, когда он работал инженером в шведской компании Mekanum AB. Конструкция представляет собой колесо, на котором смонтировано несколько роликов, установленных на протяжении всей окружности колеса. Путём изменения направлений и скорости вращения отдельных колес можно заставить машину на омниколесах двигаться в любом направлении. Не только вперёд-назад, но и вправо и влево. И по диагонали, и даже по любой дуге, вплоть до вращения машины вокруг собственной оси. Но при этом трения и скольжения между роликами и опорной поверхностью практически не будет. Что касается преимуществ и недостатков, то омникколеса позволяют вращаться на месте при минимальной синдетрении и низком вращательном моменте. Хотя гусеничный транспорт и погрузчик с бортовым поворотом используют подобный способ вращения, однако при этом они могут существенно повредить поверхность, по которой передвигаются. К тому же для преодоления синдетрения при вращении на земле требуется наличие двигателя с высоким крутящим моментом. Как сейчас вы можете видеть, на нём уже установлено достаточно электроники. Но начнём с механической части. Колёса. Изначально у меня были вот такие колёса с тремя роликами в ряду. Совсем плохая конструкция. Ролики были гладкие и по гладкой поверхности, даже по этому столу, я не уверен, что он бы поехал. Поэтому, недолго думая, я купил вот такие колёса с Алиэкспресс. Три колеса стоят примерно около тысячи-полторы тысячи рублей. Но для такого робота можно и купить. Единственный минус – чёрные ролики собирают пыль. Теперь мы добрались до электротехники. И начнём мы, пожалуй, вот с этого блока. Это BMS-контроллер литеро-ионных аккумуляторов. К нему подводится напряжение, а дальше он его распределяет для правильной зарядки. Потому что у таких аккумуляторов есть свойство перезаряжаться. Всё выводится на индикатор. Цифры показывают напряжение на аккумуляторах. А индикаторная панель показывает, сколько осталось ёмкости. И это плата подключения электродвигателей. Она сделана своими силами. У неё есть первый, второй и третий входы для двигателей. И входные напряжения, которые идут от следующей платы. От драйвера. Это выход с энкодеров. Потому что на двигателе они установлены. А это питание энкодеров. Оно им тоже нужно. И скажу сразу, что мне тут не нравится. Вот эти вот разъёмы. Они шатаются. И при любой возможности норовят оторваться. Так что я применю в следующий раз другие. Здесь у нас располагается вход, на который мы вставляем зарядное устройство. А это плата-драйвер управления электродвигателями. Он трёхканальный. Каждый драйвер содержит два канала. Поэтому один драйвер идёт на два канала, а второй идёт на один канал. У него располагаются входы шим-управления, 12 вольт, 5 вольт на питание драйверов. И элементы, которые идут от Raspberry для управления вращением. Вот это очень хорошая плата. Это I2C расширение. К нему вы можете подключить до 16 устройств. У него имеется вход. И при возможности вы можете соединить его точно таким же, только уже увеличив количество. Но предварительно нужно изменить адрес устройства. Он меняется через А входы. Просто нужно запаять соответствующее и контакт закрнётся на землю. Поэтому адрес устройства поменяется. Робитон. Очень удобная штука для зарядки литий-ионных аккумуляторов. Имеет четыре положения для четырёх типов аккумуляторов. Имеет индикатор заряда и готовности. И это плата, которую мне сделали на ПЦБВ по моим чертежам. Это, как вы уже могли догадаться, расширение для Raspberry по вот этому входу. Он содержит выпрямитель на 12 вольт. Это вот этот большой транзистор. Входы расширения для Raspberry делают более удобный вывод подключения. USB-сети сделаны просто для того, чтобы подключить USB-провод к заряднику Raspberry. А вот, собственно, и Raspberry. Это P3. И давайте посмотрим, как подключается наше расширение. Просто вставляем его. И, как мы видим, держится оно уже нормально. Но в проектировке были косяки, поэтому его нужно будет переделывать. Об этом мы вернемся еще позже. На корпусе имеются стойки для печатных плат. И на них мы закрепим в Raspberry. Вот и все, что мы имеем на текущий момент. Да, робот ездит. Писал программы на Arduino, на Raspberry. Пока еще только пробую. Вот и все. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал. И помните, ваша подписка очень важна для проекта. Пока.